У этого видеоблогера генералы, конечно, не плачут как дети, но генерал-лейтенанту полиции в отставке, а ныне представителю губернаторов ЗАГС собрания Юрию Шестерякову машину к подъезду заранее сегодня подавали именно из-за Евгения Ширманова и его сторонников. Члену городского правительства пришлось немного подышать свежим воздухом в ожидании водителя. Происходящее сегодня прямо перед Мариинским дворцом можно охарактеризовать фразой «обжегшись на молоке, на воду дуют». Сотрудники ДПС и Росгвардии с числа охраны дворца в первое время вообще запрещали любым водителям даже останавливаться здесь. Хотя знак «Стоянка запрещена» предполагает возможность пятиминутной остановки для посадки и высадки пассажиров. Так что активистам теперь уже понадобилось приходить на помощь немногочисленным водителям, которые смогли поверить своим глазам. Свято место, пусто, без всякого подвоха. Они делали охране дворца замечания за замечания, которые те делали автомобилистам сразу после остановки. В итоге все стало почти по букве закона. Активистов смущали лишь конусы, принадлежность которых бросалась в глаза. Но инспектору ДПС пожаловаться не получалось. После появления общественников, может быть, в поисках нарушителей, он переместился в Мариинский дворец, где даже сдал форменную куртку в гардероб и активно консультировался по телефону. И было о чем. Ведь в пятницу патрульные дали много поводов проехаться по своей репутации заезжему видеоблогеру. Полесников, пойдемте уже меры принимать. Что вы сидите в автомобиле? Не надо ко мне вот так вот. А как вам обращаться еще? Что, я на колени должен встать перед вами? Составлять протоколы на водителей, припарковавших служебные, судя по номерам автомобилей перед Мариинским, активист смог убедить лишь второго, попавшегося ему на глаза полицейского. Да и то, пришлось потрудиться. Ведь сначала страж порядка хотел отпустить шофера почти с миром, с непредусмотренным за такое нарушение устным предупреждением. Тем более, что пассажир, оказавшийся начальником управления оргобеспечения ЗАГС Собрания, просил пойти на мировую, а не на принцип. Там стоит знак 328, стоянка запрещена. Автомобиль стоит в зоне действия этого знака. И, конечно, остальные стоят в зоне действия знака. Водители должны быть наказаны. Ну, конечно, ваш инспектор, водитель оформит, и вы поедете, куда же вы денете. Можно вы поедете? Инспектор, примите меры, пожалуйста. Засветились на видео и неслужебные авто. Вот, например, на огромном эскалейде мужчина, очень похожий на руководителя одной из самых маленьких фракций, Олега Капитанова, тоже спешил. Мужчина, нельзя здесь. Сотрудники ГАИ сейчас приедут, напишут на ваш штраф. Зачем вам это надо? А, вернете сейчас, да? Ну и одно лицо с его однопартийцем Максимом Яковлевым. Так спешил, что и объяснять ничего не стал, отчалив на монументальном Лексусе. Вообще, безапелляционность, которой парламентские автомобилисты паркуются в зоне действия запрещающего знака, выдает привычку. И активисты не питают иллюзии насчет того, что единственным видео избавили от нее депутатов и аппарат навсегда. Большое количество людей собралось. Эти люди пришли поддержать меня, помочь мне в этом. Они, помимо того, что и сами знают законодательство, и чему-то учатся. Поэтому я уверен, что в последующем они будут приходить сюда уже без меня. Впрочем, попытка бороться за равенство парковочных прав и обязанностей перед Мариинским уже не первая. После каждого скандала находится новая комбинация знаков и разметки, допускающая лояльное отношение полицейских к стоянке служебных авто. Как сегодня услышал один из водителей от людей в погонах, постарайтесь здесь не вставать. Сегодня и завтра. Потом все уляжется. Алексей Чапатарев, Илья Кондратьев, Валерий Аксенчик, Михаил Вершинин. НТВ, Петербург.